Сегодня отбылось опоширенное посаджение Совета Нотариуса в Гомельской Нотариальной округе. Основное питание на парадку дня – организация работы в сельских населенных пунктах подробностей наших корреспондентов. Зворот до этого питания выкликаны изменениями в законе об нотариате и нотариальной деятельности. С третьего студента наступного года сельские советы больше не будут оформлять такие документы, как завершение доверенности и сгоды. Эти функции переходят до Нотариуса. Такое переразмеркование тлумачится необходностью повышения якости юридичного обслугования сельского насельства. Документы, которые оформляют специалисты Совета, часто оспрочиваются в судах, бо они не уличывают у всех особенностей законодательства. В уголе у сельские населенные пункты нотариусы выезжали и ранее, але не вельми часто и у основанных по просьбах мясцовых жахару. Выезды были раз в месяц. В какие-то населенные пункты, где менее была истребованность в нотариальном обслуживании, это было раз в квартал, раз в два месяца. Думаю, что будут более частыми, чтобы такие виды нотариальных действий, как завершение, доверенность и согласие, они выполнялись уже более квалифицированными юристами. Меда и самозначная проблема, которая может возникнуть при новых подходах до нотариального обслугования сельского насельства, связана с транспортными зносинами. Зараз выезды юристов, звычайно, сумешаются с визитами у везки інших службов. У большинства выпадков специалистов райвы конкамов. При наемности задверженных графиков приема приезжать в теж агрогородки придется у конкретные дни. Не завсюду задавальняет юристов и график руху громадского транспорта. Особливо, это тыжится отдаленных адрайцентров населенных пунктов. Для выражения этих вопросов у нотариуса есть три месяца до вступления в силу изменения в законодательстве. А прича того, за этот час необходимо узгаднить вопросы взаимодействия с мясовыми органами улады при выезде на тариусы в везки. Финансовая нагрузка населения не должна увеличиваться. Это первое. Второе. Необходимо обеспечить высокий уровень качества этих услуг. Конечно, для того, чтобы нам реализовать положение закона в этой части, необходимо плотное взаимодействие с органами местной власти. В части обеспечения или содействия обеспечения помещением нотариуса, компьютерной техникой, приема заявок от населения. И когда приезжает нотариус в городок, должно население знать, что когда он приехал, где будет совершать нотариальное действие. Это очень-очень важно.